Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикобум. Сегодня мы с вами поговорим об отделке трикотажных изделий, утолщенной кромочкой. Вот эта кромка выполняется на трех петлях. Посмотрите, как выглядит она с этой стороны. Это лицевая сторона изделия. Вот это ее край боковой. И вот это изнаночная сторона. С этой стороны посмотрим лицевая сторона, край и изнаночная сторона. Такие кромочки выполняются при вывязывании пледов, одеял, покрывал, чтобы красиво оформить край изделия, при этом добившись того, что он не закручивается и не теряет своей формы. Как выполняется такая кромка? Итак, как я уже сказала, мы будем работать с тремя петлями с этой стороны и с тремя с этой. Приступаем. Для начала здесь провязываем первую петлю лицевой. Далее по рисунку мы с вами видим, что у нас идет изнаночная петля. Мы ее снимаем, вот так оставив нить перед работой. Снимаем с левой спицы на правую. И следующую третью петлю провязываем лицевой. Далее продолжаем вязать ту часть полотна, которая находится между кромками. Я вяжу свой образец платочной вязкой. Закончив ряд, остановившись перед вот этими тремя кромочными петлями, выполняем ту же самую технику. Первая петля у нас лицевая провязывается лицевой. Изнаночная снимается без провязывания так, чтобы нить оставалась перед работой. И далее провязываем еще одну лицевую петлю. Вот это была лицевая сторона изделия. Разворачиваем нашу работу. И теперь мы с вами здесь видим три петли. Только теперь центральная петля лицевая с двух сторон окружается изнаночными петлями. Изнаночные петли у нас снимаются так, чтобы нить была перед работой. Лицевая петля провязывается, изнаночная петля снимается. Далее вяжем по рисунку, чтобы на спице осталось три петли. Здесь мы снова с вами видим изнаночную, лицевую и изнаночную. Изнаночную петлю снимаем, оставив нить перед работой. Лицевую петлю провязываем и изнаночную снимаем. Развернув работу, делаем то, что было в предыдущем ряду. Лицевая петля у нас провязывается. Изнаночная петля снимается, нить перед работой. Третья петля провязывается лицевой. И так далее. Вот так мы получаем кромку при помощи трех петель. Двух лицевых и одной изнаночной с лицевой стороны. И двух изнаночных и одной лицевой с изнаночной стороны. Теперь давайте рассмотрим следующий образец. Кромочка, которая выполняется уже на четырех петлях. Вот так она выглядит с лицевой стороны. Посмотрите, она довольно широкая. Вот это ее край. А вот это изнаночная сторона. Теперь приступим к ее выполнению. Первая петля снимается, захватываясь вот так, как изнаночная. Снимаем. Сильно не затягиваем. Следующая петля провязывается лицевой. Третья петля снимается. Четвертая петля провязывается лицевой. Итак, первую сняли, вторую провязали лицевой. Третью сняли, четвертую провязали лицевой. Далее вяжем по рисунку, довязав до последних четырех петель. Вот они. Первую петлю мы снимаем, оставив нить за работой. Вторую петлю провязываем лицевой. Третью петлю снимаем. Четвертую провязываем лицевой. Разворачиваем работу. Здесь первая петля снимается с левой спицы на правую. Вторая провязывается изнаночной, но так, чтобы она лежала свободно на спице. Мы стараемся здесь не затягивать. Следующая петля снимается. Эта петля провязывается изнаночной. Мы закончили провязывать четыре кромочные петли. Затем идет основной рисунок нашего полотна. В данном случае я вяжу образец чулочной вязкой. Мы с вами добрались до последних четырех петель. Первая из них снимается нить здесь, перед работой. Следующая петля провязывается изнаночной. Свободненько, не затягиваем. Эта петля снимается. Нить перед работой. И эта петля провязывается изнаночной. Тоже стараемся ее не затягивать, оставляя свободное натяжение нити. Итак, мы с вами провязали сейчас оба ряда. Давайте посмотрим еще раз. Те петли, которые у нас снимаются в предыдущем ряду, мы должны их провязывать лицевыми. А те петли, которые мы с вами провязывали, в данном случае это первая и третья, мы их снимаем. Вытянутые петли провязываются, обычные петли снимаются. С этой стороны то же самое. Мы здесь с вами видим, что первая петля у нас не вытянута, а вот следующая вытянута. Значит, эту мы будем с вами снимать, эту провязывать, эту снимать, эту провязывать. Итак, мы с вами получаем кромочку на четырех петлях. Теперь вам осталось только выбрать именно ту, которая подойдет к вашему изделию, или та, которая вам кажется более красивой. На этом я свое видео заканчиваю. Желаю вам всего хорошего. До встречи на канале Трико Бум. До свидания. Продолжение следует...